Продолжаем выпуск. Спустя три месяца после аварии на Фокусима сахалинцы по-прежнему относятся к Японии с опаской. Некоторые перестали покупать японские товары, отменили поездки. Наша съемочная группа отправилась в Токио, чтобы посмотреть, как сегодня обстоят дела в столице страны восходящего солнца. Очередь на регистрацию в Токио в нашем аэропорту совсем невелика. За три месяца количество пассажиров снизилось в разы. Какие только страшилки не ходят среди сахалинцев. Про радиацию и дефицит продуктов, упавшие башни в Токио. Абсолютно не страшно, потому что я владею информацией и достаточно, все нормально. Там находятся мои внуки, моя дочь, моя жена. Пока так и получается, что летят в Токио по делам либо семейным, либо бизнеса. В самолете свободно более половины мест. Есть, конечно, свои плюсы, отмечают пассажиры. Для Марии Каурова это комфорт. Но на пустые кресла рядом все равно смотрит она с сожалением. Хотя после аварии на АЭС и сама покинула Японию, в которой прожила шесть лет. Ну я сразу вернулась. Через неделю мама, потому что плачет вдруг, вернулась сразу. Ну а сейчас возвращаюсь назад. Возвращается Мария со спокойной душой. Она и без дозиметра уверена в своей безопасности в Японии. Мы решили перестраховаться. Прилетев в Японию, первым делом измеряем уровень радиации. Дозиметра у нас два. Один мы привезли с собой, а другой нам выдали здесь. И оба показывают уровень радиации в международном аэропорту Норита в норме. Мы, пожалуй, единственные, кто решил достать в этом аэропорту дозиметр. Тысячи людей ежедневно здесь спешат на самолеты из самолетов, не думая ни о какой радиации. Вся наша российская СМИ просто делает какой-то ненормальный ажиотаж и пугает людей за зря. Вот, поэтому вот такая ситуация. И я улетаю с хорошим настроением, я бы еще бы была. Но мне нужна работа. О том, что жизнь в Токио наладилась, понятно и не выходя из здания аэровокзала. Это три месяца назад, когда произошла трагедия. Залы прилета были пусты, в залах от лета не протолкнуться. Сегодня никакой паники среди людей нет. Здесь, как и раньше, не спеша пьют кофе за столиками, гуляют среди многочисленных магазинчиков. Аэропорт работает в нормальном режиме. Только вот сахалинцев почти не встретить. Тем не менее, компания Владавия не намерена сокращать количество рейсов. Самолет из Южно-Сахалинска в Токио по-прежнему летает два раза в неделю. Как и из Хабаровска, Владивостока, Петропавловска, Камчатского. Наплыва российских туристов здесь еще ждут. Тем более, Токио есть, что им показать. Но об этом мы расскажем в следующих выпусках. Екатерина Шкуратова, Павел Куксов, телекомпания АС-ТВ.